Каждый день мы звоним в оккупированные населенные пункты, каждый день пытаемся узнать, что там происходит, как выживают люди. Дозвониться удается далеко не во все города и села. То связи нет, то мобильные разряжены, нет электричества, то связи нет с абонентом, жители прячутся в подвалах. Сегодня мы дозвонились в Донецк, Луганск и Первомайск. Во время разговора прогремел взрыв. Послушайте и посмотрите. Рабочих банкоматов Рабочих банкоматов по городу, в которых можно снять гривну, практически нет. Пенсионеры стараются выехать куда-то на территорию Украины, чтобы переоформить пенсию и получить там наличную гривну. В магазинах продукты питания есть. На рынках есть и в магазинах. Продают и овощи, и фрукты. Можно даже рыбу красную купить. Были бы деньги. В городе совсем нет денег и работы нет. То есть те, кто ходит в государственные предприятия работать, вот у меня мама, да, она, например, получает паек за свою работу. То есть когда будут какие-то деньги, ничего не понятно. По городу не стреляют уже давно, у них нет никаких обстрей. Залки где-то по окраинам случны, но в городе снаряды не ложатся. То, что по городу не стреляют, как бы легче, чем когда по нему стреляют. Команды не работают. Деньги насчет выплат.